И сегодня один обычный день, как и всегда. Мы ходим по камушкам в лесах, в горах. Да, в лесах здесь проложена асфальт. Один день из обычной жизни обычных людей. Всем привет, с вами прекрасная Валентинка и... Иди, Ван Экс. Сегодня мы решили выехать на природу и заснять. Да, в общем, мы поехали в небольшое путешествие на 4 дня. Ну, там посмотрим, как получится. Первая наша остановка до Сикпой парк. И вот мы только заехали сюда, и вот такая красота нас встречает. Смотрите. В Америке даже путешествие на дикую природу... Не совсем дикая, потому что везде дорожки асфальтирные, везде остановки, где ты можешь передохнуть, перекусить, сходить в туалет нормальный, человеческий. И даже вот здесь вот тропиночка, которая идет вниз к реке, она из асфальта, то есть асфальтирная дорога. Казалось бы, вот, ты уже на природе, все, в дикой природе. А нет, везде тропиночки, везде знаки. И, в общем, это очень комфортно, на самом деле, путешествовать по Америке, потому что везде все сделано для людей. Но если ты хочешь окунуться в какую-то дикость, то это уже будет сложнее сделать. Да, а, наверное, в Южную Америку ехать, что-то там. Ну да. А здесь комфортно отдыхать. В лесах асфальт, везде темпинги, везде таблички. Да, что можно, что нельзя делать, все за вами следят. Если что-то не так сделали, то... Дядя Сэм приходит туда и разруливается. Сразу все прибегут на помощь или не помощь. Просто так прибегут. Просто так. Ну, пойдем гулять, смотреть, что здесь еще есть. Вот такие камушки тут интересные. Да, я читал про Секвою, то что... Он теплый. Он, наверное, нагрелся еще. Там как будто энергия от камня идет. Можно спуститься вообще вниз и туда. Смотрите, какие там камушки, какой там... Какие они огромные, эти камни. Просто вздом. Я слышал, где-то в этом районе упал какой-то огромный камень, и ударной волной от этого падения повалило лес в радиусе там нескольких десятков миль. Да, и ты знаешь, какой огромный камень тоже? Да, там сколько-то миллиардов тонн там, что-то там вообще. Я сейчас скачусь по камню. А, давай, сейчас я... Смотрите, с какого размера это, что он вообще огромный. Так страшно туда заходить, потому что кажется, что они вот-вот от вас. Упадут, да. Прям даже страшно трогать. Все, ладно, пойдемте дальше. Вот такие таблички тут везде показывают, что очень много людей здесь в Эстонии, что нельзя купаться, нельзя алкоголь здесь пить, и что здесь очень скользко, и будьте аккуратны. Но все равно же пойдем купаться, да? Да, купаться не пойдем, но покажем, что здесь есть. Такая вот горная река, мощная. Где-то со снежных вершин где-то она стекает. Вот здесь, на самом деле, чувствуется энергия природы, и ты себя совершенно по-другому чувствуешь. Какое-то другое состояние, очень интересное, необычное, совершенно... совершенно вообще отличается от того, что ты испытываешь в городе. Да. Мне кажется, обязательно нужно выезжать за город и чувствовать эту энергию именно природы, настоящей природы. Да, здесь очень шумно, но такой природный шум, он напрягает как шум в городских улицах. Да, да, да. То есть он такой приятный, он хоть и громко здесь очень от воды, но он тебя не напрягает вообще никакой. Наоборот, здесь стоит много, что, ну, очень хорошо. Потому что это стоящее. Да. А в городе все... В городе все ненавидуально. Я хотела выкинуть жвачку, а потом подумала, что... Это же природа, я не хочу загрязнять природу. А жвачка... А жвачка, это разве не часть природы? Нет, она из смолы сделана. А смола из чего сделана? Ну, и еще химикаты всякие. Да ладно, а химикаты откуда? С марта что ли? Тоже с... То есть жвачка, она не переработается в земле. Она только будет, ну, знаешь. Миллионы лет? То, что органическая, то она переработается. Там шкурка от банана, да, без проблем в яблочках, там, не знаю, что-то выкинула. А жвачки нет. Жвачки нет. Жвачка будет лежать миллионы лет и загрязнять. Да, вот и клеем здесь, и она будет здесь. Приходите, забирайте жвачку. Варева, орешка там. Собак все прячет, а мы там жвачки. Почему-то на стене не написано, что здесь был Вася. Ой, слава богу, что на стене здесь не написано, что был Вася. Этих Вась по всему миру. Только они Вася и живут, по-моему, везде. Обычно везде написано, куда ни придешь, везде Вася был. Да. Вася вообще всемогущий и всесущий. Он везде был. Во все времена. Да, в Индии он вообще везде был. Я где не был, Вася был везде. Вася вообще. Споро мы тоже такими Васями будем. Только не на стене писать будем, а на камеру. Да. Тоже в каком-то отношении Вася. О, гляди. Кто там на Ти? Кто там на Ти, наверное. Французы, что ли, какие-то уже? Французский Вася. Французский Вася. Вот такие тут эксплуатерные горошки. Да. Вот глядите, синие водопады. Тоже оборудование. Да, все оборудовано. Что-то мы хотим медведя сейчас встретить. Бороться с ним будем. Сейчас он, наверное, уже нашу машину взламывает, потому что у нас там еда лежит. Полакмиться бы хотел. Мы там одни остались, наша машина одна. Все разъехались. Все испугались медведя. Да, но мы не боимся. А в камень, в камень пойдем сходим. Пойдем. В общем, вот такие везде вот тоже таблички, что можно, что нельзя. Да, в Америке все так. Везде таблички. И ничего нельзя. Только то, что они сами разрешили. Да. А именно экстра, чтобы можно попасть в обои. Ого, это... А, нет, не внуков. Я думал, вот это точно. Я тут читал, что рядом с этим камнем какой-то европейский тут первооткрыватель получил ранение, и его индейцы тут лечили. Поэтому назвали этот камень-хоспитал-рок. Ух ты, интересно, да. Ой, а гляди, какие-то прям граффити, как будто индийские такие. Это, наверное, индейский. Ему Вася, наверное, рисовал. Да. Лет пятьсот назад. Или американцы просто нарисовали, что туристов привлекать. Такое тоже возможно. Да, скорее всего, так и было. Чтобы было что посмотреть. Свежая краска какая-то, да. Давай потрогаем. Ну, как свежая. Она такая объевшаяся. Ну да. В общем, под этим камнем, видимо, был госпиталь индейский. У нас будет под этим камнем, уже туалет был бы. Я уверена. А здесь чистенько. В Индии тоже был бы туалет. Потому что здесь уже есть туалет, оборудованный, нормальный, человеческий. Захотели? Сходили. Поэтому нету необходимости это делать на природе. А туалет что, не на природе находится? Не, я имею в виду, ну, не ходить в специальное место, а делать это вообще вот так вот, на природе, на природе. Нету такой необходимости. В общем, ты не сольешь здесь природы как следует. Ну, если для кого-то это именно слияние с природой, я разочарована в этих людях. Потому что я считаю, что слияние с природой вообще-то в других аспектах проявляется. Вот просто наслаждаться, вот смотреть, вдыхать этот воздух, слушать птичек, наблюдать за ними, за белочками наблюдать, не знаю, за другими животными. За медведями. Медведями, да. Ну, издалека. За медведями издалека наблюдать. За оленями тоже. И за оленями, говорят, можно и близко даже. А ты попробуй, потом, если сможешь, расскажешь. А что, они легаются, что ли, или бодаются? Ну, слушай, они здоровые, они больше, чем ты, там, в два-три раза. Они просто даже такие весело к тебе подбегут, и уже ошибут. Я думаю, сейчас мы тут увидимся, все равно оленей устойчиво. Бывает, что тут полно оленей. Да никого, нет, не увидим, я не думаю. Ну, ладно. Здесь не настолько все дико, потому что здесь все будет асфальтировано, все сделано, поэтому, мне кажется, очень сложно, на самом деле, увидеть какое-то крупное животное. Даже оборудование для прикольника, все, вон, мангар. Да, вы можете прийти, покушать, пожарить, там, не знаю, сосиски, мясо, шашлычок, на лавочках спокойно посидеть, не знаю, мусор выкинуть в специальное отделение. Да, как раз за такое удобство вы платите 30 долларов за въезд. Да, вот чтобы открыть, надо пушь, а когда ногти, очень сложно пушь сделать. Это для медведей сделано, чтобы они не открывали. Да, чтобы медведи такие закрыто. А еще здесь вот такой контейнер есть и пишут, что надо складывать свою еду сюда, потому что здесь ходят медведи и если они учуют вашей машине, они просто ее разобьют, вашу машину, расковыряют и вытащат еду. А это железный, короче, дак вот такой вот с застежкой, медведи уже его не откроют. Ой, тяжелый. Да, но тут что-то... Пока там только новый мусор, по-моему. На еду не похоже это. Ну, не думаю, что многие этим пользуются. То есть какой-то медвежий налет будет? Ну да. Может, тогда только. Медведи, наверное, больше, чем люди боятся, если они спускаются. Медведи людей больше боятся, да, чем люди медведей. Что, дальше поехали? Да. Поехали дальше. Тут все обошли. Тут, да. Вообще ничего не видно. Угу. Тут буквально 10 метров. Прям в облаках вообще. В тумане. Как ежики в тумане. Угу. А, вот. Ну вот мы, кстати, уже подъезжали. О, вот они, большие деревья начинаются. Да. Гигантские. Часто их обнять. Да, да. Вот они. Среди обычных деревьев сразу можно заметить. Да, это секвое. Секвое. Они огромные. В общем. Они здоровые. А вот в толщину. В толщину, да. Вот ради этого сюда приезжает ради толщины. Тысячи туристов. Даже инвалидам нельзя тут парковаться. Обычно инвалидам все можно. Да, то, что здесь, наверное, очень, это, оверфлоу, что-то. Ну, упал, как бы. Уклон. Уклон, да. Сильный уклон. Сегодня, конечно, солнышка нету, но все равно в лесу очень даже приятно. И так тихо. Тут даже не шумит ни река, ничего. все равно. Да, в лесу нету рек. Есть, конечно, еще. Пойдем на камушек зайдем. Такой необычный, оброшенный камень. Угу. Да, север это там. Красота. Ну, и когда я стою на таких возможностях, мне хочется прям прыгнуть и полететь. Угу. С самого детства мечтал летать. О, кстати, недавно посмотрела где-то в фейсбуке или кто мой знакомый запостил новую штуку, не знаю, ты видел. Она прям вот такая небольшая, как платформочка, ты встаешь двумя ногами и ты взлетаешь, там, наверное, какой-то напор и ты прям летаешь. Да? Да. Ничего себе. Я вообще в шоке была. Вот это уже будущее. Наверное, скоро машины уже не нужны будут, все будут на таких штуках просто. Да, вот реально, она вот такая небольшая, платформочка, ты встаешь и все, и там нету это. Были эти в воде, да, которые, а это вообще никаких шнуров, ничего, просто там какой-то под давлением или как, и он прям очень высоко взлетал. Ну, он над водой летал, ну, там, в том видео, наверное, потому что они еще пробуют, потому что если упадешь, то... Лучше в воду упасть. Да, лучше в воду упасть. Вот. Но он очень высоко взлетал и приземлился так спокойно, тоже нормально. Да, наверное, за этим будущее все будут летать. Да, конечно. Машины не нужны будут такие. Конечно, будем летать, летать, летать. Из дома выходишь, такой, и прямо из окна такой раз, на такой платформочке полетел, в офис такой, на работу. Офис. В офис. Не будет офисов больше. Все, никаких офисов. Вот, в лес полетел. Ой, какой он большой. Хиквой, а. Толстые вообще они такие. Прям толстые, жирные. Как все в Америке. Да. Самые большие деревья, где-где? Конечно, в Америке. Самые толстые. Самые толстые белки тоже в Америке. Все самые толстые. Видишь, они такие подгоревшие, как будто. Пойдем посмотрим. Тоже люблю бегать. Шишки. Вот, посмотри. Там смола какая-то. А, это, наверное, смола. Да. Что-то не подгоревшие, это смола. Это такая трухлявая, смотри. Угу. То есть они, наверное, падают здесь нередко. Прям вверх смотришь, такая мощь. Да. Ура. Ага. Смотри, она трухлявая. Да, весь трухлявый. Но он внутри, наверное, он потому что настолько большой, что сверху трехлявая. Это типа, это типа как уже щит у него такой, да? Да, да. Просто, наверное, обрастает, обрастает. Да. Внутри это понятное дело. Внутри он живой, да. Стиржек, да. Да, круто. Мощный, мощный. Очень, да. Прям, мне тоже опять же таки засмотрелось в этих, не хочется так, Тайдермен, туда забраться. Вот там, на лужайке, классно. Так, да, уже парковка. Может, на камень залезем? Давай. Ну, этот скользкий камень. Я вообще люблю полазить. Обезьянка. Вот что значит в детстве с пацанами играть. Потом, как обезьянка, везде лазить. А велосипед у тебя был? У меня все было. У меня тоже был. Я по деревне на нем разъезжал. Так, ну я так тоже могу, у нас камера это тяжелее. У меня просто много сил. На камеру. Да не лезь ты сюда. Я хочу, да. Обезьянка номер два. О, нормально. Нормально. Ну здесь это, надо или туда вниз ходить, или вон там тоже тропинка, там тоже, наверное, деревья. Да, надо, наверное, и туда, и туда можно сходить. Ну пойдем, да. Пойдем. Пойдем. Попутим. Дикие русские. Вон. Смотрите, ребята. Все идут по тропинке, как нормальные люди, по асфальту, а мы как дикие животные, дикие русские. Да. Не выбираем легких путей. Да. Идем. Напролом. Напролом, да. Без тропинок. Да это намного интереснее. Ну, конечно. Чего по асфальту ходить? Асфальт гейский, и так везде. Да, мы же сюда приехали за экстримом, за природой. Да. по асфальту мы и в городе походим. А вот по сучкам, по травиночкам, по тропиночкам. Сейчас приедет рейнджер и нам штрафы и пишет. Скажет, нельзя здесь ходить, идите по асфальту ходить. Да, сейчас тикет нам баксов на 400. Тут холодно, между прочим. Я вот уже перчаточки одеваю. Холодно. Да. Ну, не так, что прям, конечно. Да вон, ой, посмотри, снег. Снег, снег, снег. Грязный. Я так соскучился по снегу. Ну что, надо тебе в Россию любимушку зима. Там уже и в России снега-то нет. Ну, уже нету. Ты, конечно, всю зиму прожил в солнечной Калифорнии и удивляешься, что это нету снега? Конечно. Тебе надо в самую зиму. Январь там, не знаю. В феврале лучше. В феврале, как скажете. По-моему, его кто-то сюда просто принес. Да, это... Вообще, для порядка. Один маленький кусочек грязного снега. Но мы его нашли. Вот он. Снег. Снег наш любимый. Настоящий. О, это он, как мы по нему соскучились, да? Я нет. Я ездила. Аккуратно. Я ездила на Big Bear, каталась на сноуборде. Ша-ша-ша. Вот, так что я нормально и без снега. Тейл ту... Да, я тоже без снега. Прекрасно я чувствую. Тейл ту гайд мюзинг. Там какие-то... Please do not walk along the road. The train is about the same distance as the road, but it's safe and provides a special view to the west. В общем, по асфальту ходить лучше. Безопаснее. А, смотри, собаки не разрешены здесь. Yeah. Догсы и другие птицы не позволяют на парк-трейлах. Так что с собаками гуляющими вы их здесь не увидите. И слава богу, потому что эти собаки здесь везде. Как собак нерезаных здесь, да? Да. Не знаю, дурацкое выражение, мне на самом деле не нравится это выражение. Какое? Как собак нерезаных. Ну, вообще, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии очень много собак, и в парк какой-нибудь идешь в Лос-Анджелесе, хочется на природу, а там какашки собачьи везде, и пахнет отвратительно. Вот у нас в Голливуде был такой парк, и там все с собаками ходили. И дышать вообще невозможно. Да, да, это там, где надпись, да? Рядом. Да. Ну, там классно, в принципе, вид. Там классно, там красивый вид, но запах ужасный. Хорошо, что, конечно, камера не передает, а может быть и плохо, потому что если бы передавал, никто бы, наверное, там видео не стимбол. Вот, смотри, как красивая. Вот это вот еще такая не трухлялая, видимо. Молоденький. Ага. Сиквойка. Сиквойян. Ара, Сиквойян стоит. Что-то там привезли. Снег искусственный привезли. Показать американским. Тут, наверное, нет такого леса, да, чтобы не было парковок там. Ну, наверное, нет. Реально, наверное, нет. Здесь, потому что вся Америка, она такая оккупированная, то есть нету таких просторов, как у нас там и там, не знаю, блин, ты вообще пропал и тебя нету, там, не знаю, в каком-нибудь... про бунятина. 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 Да, но тут тоже, смотри, это, видимо, такой щит у него. Я думаю, да, что они такие есть. Он трачет, наверное, что я его так крухляю. Смотри, сколько дров. да, да, можно тут порно сжечь. Да, все равно огромная, не поможет. О, классная. Вон, там можно на холм сейчас зайти, там, наверное... Там будет виден туман! Ребята, вы увидите туман! Настоящий туман! Может быть, здесь стоят дым-машины специальные, чтобы туман нагонять? Конечно, делать им больше нет. Искусственный снег, туман искусственный. Все как в Америке, все искусственно. Все искусственно. Вы попали на ТВ. давление чувствуется, разница в давлении. Дышать тяжелее. Там опять какой-то ручей. Да, у него это вот ручей. О, смотри, как здорово. Да. Можно здесь пофоткаться. Мы снова нашли снег и идем лепить снеговика. Да, сейчас мы слепим. Ну да, конечно же, нельзя вообще по правилам ходить. Да. В кроссовках, наверное, не во все снега лучше залазить. Только в некоторые. Я уже промочила его. столько паучек и не можешь найти подходящие. Ура! А носик? У меня в машине морковка есть. В Америке не принято много ходить. Это что ты ему? Это нос такой ты ему делаешь? Слишком много обманывает, как у Баратино растет, как у Пиноккио. И шапка, да? Или что это? Шишка на голове. Это голова. Да? Что у него? Две головы, а белая это шея такая у него. Это мутант. Вот мы слепили мутанта снеговика. Вот так и выглядит, если вы не знали, как выглядит снеговик-мутант, вот так вот он и выглядит. смотрите следующие передачи. Мутант кто? Домовой. Домовой. Хорошо. Пошли искать домового. Пойдем наверх. Здесь наверное будет лесной какой-нибудь. Лесничий. Леший. Леший. Обнять его не получится. большой и мокрый. Мокрый. Да, мокрый. А здесь можно спрятаться. Можно спрятаться играть. Я в домике. Это вообще по-детски. раз, два, три. Мой телефон. Ну и как он? Он пострадал немножко. Пострадал? Да не, все нормально. Он у меня крепкий, такой же, как и я. Лепыш. Хорошо, что он в чехле, да? Да. Хорошо. Ой. А сейчас мы заходим в музей. Посмотрим, что там нам покажут. Ай. Нет, это, наверное... Блин, ну как прикольно где-то сделано. Вроде бы музей, а ты заходишь внутрь дерева и здесь вверху как будто ты смотришь наверх как будто там дырка какая-то есть, как будто окошка. Еще плюс телевизор поставили прям в такой форме, как будто он прям внутри дерева и показывает какие-то ладки. Ну как классно. Да. Крутить. И потом прочитать на том, что остановилось. Мотан три good chance of growing truly big. Кому что выпадет. Давай, сейчас ты крутанешь. Ну тебе же этот... А, вот. Сиделент инвес под never sprouts. Шишка, шишка, шишка. Я же сказала шишка. Глядите, я вообще могу предсказывать будущее. Я ему сказала, что будет шишка и выпала шишка. Ты оракул. Вообще. слишком близко. Не, нормально. вот такие тут оказывается тоже есть таблички, которые я сразу не заметила. И не дала шанса растениям. А, ну не растениям. Это, наверное, растениям просто внизу, Тут записано, да, есть шанс растениям. Да, plants, а не дереву. Да. То есть, так что все нормально. Да. Но мы, правда, до этого все равно ходили по дороге. Да, мы не дали шанс растениям, представляешь, и они теперь из-за этого... Не, мы очень аккуратно ходили. И не наступали ни на одну травинку, ни на одну. мы летали. Эта табличка войдет в коллекцию самых, извините, тупых табличек в Америке. Мы будем собирать коллекцию самых тупых табличек. Вот это просто, наверное, пока что наш фаворит. Еще мне нравится табличка, есть около джакузи, там глубина и так маленькая буквально по колену, и там табличка, что не нырять. Я вот всегда поражалась, ну кто будет в джакузи нырять? Так что это прям топовые, топовые таблички. Да, в Америке любят такие придумывать. здесь они везде таблички вешают, чего нельзя делать. Это прям они мастера в этом. А я на Самуи видел табличку, там по дороге едешь, и там такой знак медитации стоит, и написано reduce speed, сбрось скорость, и знак медитации, такой Будда сидит. Сейчас мы идем смотреть самое большое дерево по объему древесины, то ли в Америке, то ли в мире, я не помню. В Америке точно. Да. В мире. В мире, наверное, какой-нибудь баобаб, какой-нибудь в Африке может быть больше. Ну, это, говорят, не самое высокое дерево, но самое толстое, самое такое объемное. А вот здесь это как раз выложено плиткой, это толщина этого дерева, к которому мы сейчас приближаемся. Вот, можно даже примерно мой шаг, метр, да? 10 метров примерно шириной. Неплохо, но он там уже, я смотрю, такое толстенькое. Это, может, он и есть? Вот, 36, 11 метров, ну, кстати, а я 10, ну, практически, то есть у меня шаг чуть-чуть побольше. 11 метров в ширину. 1385 тонн, представь. Офигеть. Вот оно. 2200 лет ему. Ого. Как, представляете, 2200. Сколько людей за это время уже сменилось, а он все здесь. Да. Вот оно, это то самое знаменитое дерево, ради которого приезжают многие туристы сюда из разных стран, и там из Европы, Азии, Индии, китайцы, все они тут собираются, чтобы приехать и посмотреть на это чудо света. И ему 2500 лет. Да. Этому дереву 2200 лет. Представляете, насколько это древнее дерево. И мы сейчас стоим здесь. Когда-то, не знаю, здесь динозавры бегали, а сейчас мы тут тоже как динозаврики бегаем, смотрим и фоткаем, мы фоткаем, все. Тут очень необычная вообще энергетика в этом месте, очень, очень, прям, у меня сразу спала, перебили. Ладно, это я вырежу, посмотрю. спокойно здесь, да? Да, здесь очень спокойно. Ну, вот здесь вот еще есть люди, а когда мы пойдем еще в другое немножко место, где не будет людей, и там по-настоящему можно насладиться природой, отдохнуть, расслабить свои, не знаю, свои мысли, немножко отпустить, расслабиться от города и почувствовать вот эту энергию настоящей природы. Очень интересный парк, очень интересная атмосфера, обязательно приезжайте, есть на что посмотреть, есть куда сходить и что почувствовать, так что тут классно, приезжайте. Дима, приятно познакомиться, я слышу, рассказываю эту историю. Здравствуйте. Вот, мы немножко первый раз в этом парке, вы здесь уже были? Да, второй раз. Да, расскажите немножко про этот парк, что знаете. ну сегодня туман ценный, некоторые красивые места вы это просто не увидите про равных. Вот особенно как Моророк, да? Моророк, да. А это где Моророк? Моророк. Ну, наверное, поедали карту. А, мы уже проехали, наверное. Езжали, вам ждали, наверное, да, на машине. Пониертируйтесь. Да, значит, проехали, но сейчас все в тумане, там хорошая цена. Мы поднялись туда сегодня на макушку, надеясь, что мы окажемся над облаками, но не получилось. Там, конечно, уже тепло, прогрето все, потому что от солнца чуть-чуть осталось, но не видно ничего. Ну, хорошо. А что про это дерево? Это же самое объемное, да? Это самое большое как бы сказать, самое большое растение в мире. В мире все-таки? Да вообще живой организм в мире. Вот. Больше живого организма в мире, чем вот это дерево. есть выше деревья. А выше? Выше есть. А как бы по объему древесины, наверное, самому. Да, вообще по весу. По весу, я думаю, они, наверное, мерят. А на самом деле, потому что не полностью растут. А самые высокие секои здесь они, по-моему, в этом парке и в Юсимите, по-моему, где-то есть на территории. Но места не афишируются. Да? Вы можете в Википеде увидеть название, их высоту, но места не найдете там, охраняет их. Я в Вьетнаме видел повыше, но они не такие были. На тропических лесах высокие, очень высокие. Возможно, там выше. Видимо, по объему считается самым большим. Только когда они падают. вот смотрите, ребята, здесь есть срез дерева в толщину. Это прям настоящий. Вот такой он огромный, если его разрезать. Он уже такой потемнел, потому что стоит здесь уже давно. Вот, но все равно можно увидеть текстуру дерева. Да, можно даже посчитать кольца, сколько ему лет. Долго, долго будешь считать. Вон, посмотри. видишь, они такие маленькие кольца. Да, да. Наверное, их тут тысячи. Ну, конечно, это же тоже, наверное, одно из деревьев, которое у нас тысячи лет. Да, вот это, прикинь, каждый, это один год. Вот так просто раз, вот так, вот тут человеческая жизнь примерно. Да, вот, давайте посчитаем, вот, я не знаю, вот, допустим, вот отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, вот такого я возраста. Смотрите, вот просто, вот моя жизнь на дереве, это вот всего лишь вот этот промежуток. да, само дерево. Это шокирует, насколько наша жизнь на самом деле это непродолжительная, поэтому нужно наслаждаться жизнью и не париться по каким-то вообще ненужным делам. Вот, смотрите, этому дереву миллионы, блин, лет, тысячи лет, а ваша жизнь вот такая, так что наслаждайтесь жизнью. И не берите кредит. Да, как я, за машину. Так что мне еще. А это теперь как луна. Ага. И показывать туда. Месяц звезда. Шишку. А мне подарили шишку. Русские ребята, с которыми мы встретились здесь. Ребята живут в Лос-Анджелесе, много путешествуют по Америке. На самом деле, интересные ребята, можно было бы и обмениваться как-то контактами, надо в следующий раз, потому что люди, которые путешествуют, им всегда есть чем поделиться. Вот они, например, нам рассказали, что оказывается, можно, когда едешь в национальные парки, не покупать отдельно билетик в каждый парк, а можно купить годовой абонемент во все национальные парки. И это буквально будет стоить вам ну в два раза больше, максимум в три раза, но зато вы сможете целый год ездить по всем национальным паркам Америки. Шишка, я дам, заберу с собой, посажу ее в своем огороде, и вырастет у меня большое секвое. Да, вот такая вот. Вот такая. Вот такая. Сегодня туманный день, но вот сейчас наконец-то уже к трем часам дня немножко выглянуло солнышко пробивается через вот эти вот все тучки и туман, чтобы осветить немножечко этот парк. Он и так прекратен, но, конечно, солнышко хочется. Ребята, эти деревья секвой, они очень старые, и также они очень огромные. И здесь объясняется, почему так происходит. Во-первых, у этих деревьев огромная корневая система, которая может напитать и впитать воду в себя и на далеких расстояниях, поэтому они всегда подпитываются водой, у них есть всегда как бы еда. И также эти деревья вырабатывают химические вещества, которые защищают их от разных букашек, от разных животных, чтобы они ели ихнюю кору и не повреждали. И еще эти же химикаты, которые вырабатывают эти деревья, помогают им защищать от пожаров или от огня. То есть эти деревья очень трудно как-то поджечь или трудно, чтобы они возгорали. И соответственно эта вся защита дает возможность этому дереву вырасти огромным, потому что они всегда подпитываются и плюс защищены. И поэтому это дает им возможность расти такими огромными и расти там тысячу лет и быть большими и самыми старыми деревьями в мире. Итак, мы провели прекрасный туманный и солнечный день в отличном настроении в этом парке Секвоя. Да, очень-очень классный парк, уже вот вечереет, день подходит к концу. Посмотрели много всего вообще сегодня, всякие ручейки и огромнейшие камни там с размером дом и эти деревья огромные, которые просто с сумасшедшей энергетикой, которые такие мощные, здоровые, интересные. Да, видели горы и снег. Да, сегодня и снежков полепили, и, в общем, снеговика, да, крэйзи снеговика. И разных зверюшек всяких повидали. Да, белочек покормили виноградиком. Провели незабываемый отличный день. Спасибо за то, что смотрите наше видео. Да, еще хотелось рассказать, что мы немножко заплотались здесь, потому что парк огромнейший. Вот, я вам покажу карту, насколько он большой. Вот, и мы где-то вот, где-то на полпути, это мы только с одной стороны поехали, где-то вот здесь на полпути мы немножко потерялись, точнее, вот здесь вот, и чуть не уехали в заснеженную дорогу, где нечищенный снег, где написано, что опасно туда ехать, мы поехали, но потом решили развернуться. Да, разрешили повернуть, и всё, и вот мы уже сейчас выезжаем на фривей, и мы поедем сначала по 180-й трассе, потом по 41-й, и завтра мы приедем в Есаммите на Шнелл Парк. Горят, что просто безумной красоты этот парк, так что мы все в приключении, да, мы обязательно запишем, тоже поснимаем, расскажем вам, как там красиво, вот. В общем, наше приключение продолжается, присоединяйтесь к нашему, к нашему приключению. Короче, призы. Смотрите, смотрите нас дальше, подписывайтесь, ставьте лайки, путешествуйте вместе с нами. Путешествуйте вместе с нами. Пока, ребята. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»